Мой путь лежит в обыкновенный лес, который находится в глуши, и к нему идет всего одна заброшенная дорога. О нем нет никакой информации, кроме упоминаний о фронтовых сводках. И они гласят, что именно в этом лесу развернулась кровопролитная битва Второй мировой войны. С тех пор в этом лесу мало кто бывал, но удастся ли мне найти это место и сделать интересные находки прошлого? Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра! Получится сегодня интересно снять и показать, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у нас сегодня очередное велоприключение по очень интересным местам. Ребята, велобуксир вы такого не видели! Друзья, свернули на бездорожье, едем сейчас в посадку, смотрим, что там интересного. Мы очень надеемся, что в посадке будут интересные места, которые мы сможем показать. Вокруг посадки будут интересные места. Ветер пипец, вы, наверное, поэтому меня плохо слышите. Ну, когда мы будем ехать назад, он хотя бы вот в спину дуть. И на этом спасибо. Ладно, включусь, когда что-то найдем для вас интересное. Ребята, мы решили поехать по посадке, где тут якобы были какие-то бои по немецким позициям. Вот у нас даже есть карта, якобы штабная карта, где тут что-то упало. Ну, чтобы вы понимали, ребята, 80 лет назад все пи***ли. На самом деле, то, что написано на карте и рассказывается о лютых боях, о страшных боях, ни хера тут не было. Вот так вот оно все. Все пи***ят вокруг. Получается, мы только зря мотались, потому что то, что написано в эмуарах, якобы тут были тяжелые бои. Миллион стрелочек нарисовано. Ну, это мы перерисовали с карты, которую нашли в интернете. А тут ни хера не было. Как-то так. Ладно, будем я ходить дальше. Я уже думал, что наша поездка закончилась, так и не начавшись. Но Камрад предложил поехать в небольшой лесок, который находился в 10 километрах от села. Очередная интересная находка, ребята, это прямо в лесу узкие колючие проволоки. Означается, что снизу наступали, а позиции немецкие где-то выше, потому что колючая проволока обычно перед позициями. Если она тут находится, значит немецкие позиции должны быть сверху. На прямо край леса. На колючку положим сюда. Сейчас будем идти туда, потом чуть наверх поднимемся. Друзья, вот мы пришли на немецкие позиции. Видите, вот яма раз, там два яма. Там дальше места. Короче, а тут уже были немецкие оборонительные позиции на горе в лесу. Сейчас мы их прозвоним, пойдем дальше. Как я и говорил, что за крючей проволокой будут позиции. Короче, в этой маленькой ямке на большой глубине вот такая вот пуля винтовочная, ребята. Это немецкая винтовочная пуля, если я не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться. Это может быть и советская винтовочная пуля. Надо бы замерить ее диаметр. Тут был бой. С меня всем потов стекает жира невыносимая. А вокруг волчья гада растет. Это так. Ладно, идем дальше. Попалась, ребята, абсолютно необычная гильза. Это стандартная гильза к винтовке Мосина, но она холостая. Кто будет на войне использовать холостые гильзы, как вы думаете? Только если эта гильза использовалась для насадки гранатомета на винтовку Мосина. Иными словами, мортирка Дьяконова. То есть холостой патрон выкидывал определенную специальную гранату. Которая там метров 50 до 100 метров летела. Типа аналог ВОГа современного. Скорее всего, тут использовались такие вот снаряды. Использовались квартирки. Будем сказать дальше. С меня уже 25 потов стекла. Видите, все, похоже, вот это течет. Вот жара, блин. На дворе октябрь, конец октября, но на улице плюс 30. Продолжаем наши поиски. Ребята, выкопалась какая-то непонятная абсолютно фигня. Даже не знаю, что это. Какой-то алюминиевый, блин. Видно, что срезанный чем-то. Короче, не знаю. Может быть, это по войне. Может быть, это что-то современное. Или какой-то взрыватель. Или черт его знает, что это такое. Короче, какая-то приспособа. Ладно, покинем ее пока в карман. Потом посмотрим, что это такое. Находка. Это подкова от каблука. Возможно, немецкая. Я не знаю, надо уточнить. Вот подкова так выглядит с пурпырышками такими, ребята. Видите? Дырочки для гвоздей. Раз, два, три дырки. Вот прям возле окопов. Пойдем дальше смотреть. Так, ребята. Попался патрончик настоящий, пистолетный. Это патрон, если не ошибаюсь. Да, это патрон 7,62 на... Не помню сколько. Это патрон ТТ. Либо от ППШ. Ладно, идем дальше. В этой ямке опять очередная какая-то находка. Даже не знаю, что это такое, ребят. Какая-то латунная ерунда, намотанная на чермете. И она была то ли приклепана, то ли приклеена сверху какая-то пластина. То есть какая-то такая структура. Даже не представляю, что это. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Так, ребята. Тут попалась интересная, достаточно опасная находка. Смотрите. Это какой-то непонятный детонатор. Я не знаю, чего он. Но тут вырывается чекам. Скорее всего, для какой-то растяжки. Так как тут были немецкие позиции, вероятнее всего, это от немецкой какой-то, возможно, шпинг-мины. Либо другой какой-то мины. Видите, какая-то хитрая система. Непонятно, что написано. RS 2738. Надо его сфотографировать и выкинуть. Такое в руки желательно не брать. Такое, что увидите, никогда в руки не берите, друзья. Никогда. Смотрите, ребята. Какой интересный сигнал. Я нахожусь в окопе. Это окоп, вот, видите, небольшой. И он тупо завален гильзами. Тут, по сфоткам, в окружение попали советские солдаты. Походу, они тут отстреливались. Лучше на стрелы немерено просто. Капец. Было жменька где-то патронов. Я понял, ребята, смотрите, какая интересная гильза огромная. Это противотанковое ружье. 14,5 калибр. Всякое барахло. Наверное, еще чуть полазим. Будем скоро идти домой. Кстати, румынский гильза 43-го года. Удивительно. Камрад нашел. Так, ребята, из необычной находки я нашел, знаете, что? Это бубен от пистолета-пулемета Шпагина был. Вот от него деталь. Но крышка верхняя, внутренняя, полностью сгнили. Вот отсюда подавались патроны, которые я находил маленькие. Вот защелочка. Я вам потом покажу, как он выглядел. Ну, фотографии. Вот такая вот херня. Очередная интересная находка, друзья. В этот раз попался вот такой вот бочонок. Этот бочонок является ручная граната. Но она уже пустая, потому что кто-то в ней пробил дырку. Либо же осколок ее пробил, либо же саперы ее рассаперили. То есть просто пробили дырку, кинули в костер. Соответственно, вся то, что там внутри была начинка, она вся оттуда выгорела. И теперь это просто безопасный корпус, пустой. Но, ребят, если вы такую найдете когда-то, и она будет полностью целая, еще тут будет торчать такая ерунда с лапкой, никогда в руки не берите. Потому что если такая взорвется, то не будет ни рук, ни вас. Это в данном случае безопасная, потому что она деактивированная кем-то. Скорее всего, саперами. Видите, просматривается дырка полностью. Она должна быть, скорее всего, темно-зеленого-серого цвета. Но краска не сохранилась. Возвращаюсь домой, ребята, ночью. Капец. Наспевать на дальнюю электричку. Субтитры создавал DimaTorzok